А вы знаете, чем ваш ребенок занят в интернете? На какие сайты он заходит и в каких сетях зарегистрирован? Нежелательный контент, киберпреступность и незаконный заработок. Это лишь малая часть того, что может ждать вашего ребенка в интернете. Мобильный телефон у школьника с первого класса уже стала нормой. И ребенок счастлив, и родители. Чадо постоянно на связи. Но знакомя ребенка со всемирной паутиной, нужно не забыть рассказать и о правилах безопасности в сети. Хоть некоторые родители и говорят, что я уже стар для этого, но тем не менее это ваши дети, это ваше будущее. И самому стоит заходить в тот же интернет, через поисковики, проверять, смотреть, чем интересуются в данном возрасте несовершеннолетние. И самой даже маме или папе тогда поднимать данный вопрос, чтобы ребенок даже видел, что мои родители в тренде. В интернете ребенок может подвергаться негативному влиянию незаконопослушных взрослых. Отвечая на сообщения незнакомца в соцсетях с предложением легкого заработка, подросток может быть втянут в незаконную деятельность. Людям, которые этим занимаются, им все равно, кого они вовлекают. А детей, потому что они наиболее этому подвержены, то есть у них отсутствует жизненный опыт, то есть они никогда не сталкивались с тем же самым проблемами с законом. И не знают вообще, какая разница, административная ответственность, уголовная ответственность, то есть им как бы все равно. О таком способе выманивания денег, как вишенг, звонки от якобы сотрудников банка говорили уже много. Если человек попадается на улочку мошенников и причисляет средства, у незаконопослушных граждан возникает вопрос вывода и получения этих денег на руки. Для этой работы привлекается молодежь. Все, что нужно сделать, снять деньги с предоставленной банковской карты, передать мошенникам и получить свои проценты. Вроде бы кажется, ну что такого я сделал, пришел в банкомат, снял деньги и отдал кому-то. Но здесь следует понимать, что они уже в данной ситуации являлись участниками определенной преступной организации и входили в состав этой организации и в соответствии с действующим законодательством они несут такую же установленную законом ответственность, в том числе уголовную, за совершение хищения. Посмотрите, с кем общается ваш ребенок и какими средствами он располагает. Если ребенок замкнулся, появился круг подозрительных друзей старшего возраста, это уже повод насторожиться. Вы можете разобраться с проблемой самостоятельно с помощью школьного психолога или сотрудников милиции. Обращайтесь, и вам обязательно помогут. Субтитры создавал DimaTorzok